Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Несмотря на то, что в огороде у меня лежит еще снег, я хочу вам показать первые сходы, которые мы делали в теплице в середине марта. Я все это снимала на видео и сейчас вам расскажу, что у меня взошло и что растет. Кто смотрел видео, как я сею раннюю зелень, наверное заметил, что ситуация в теплице изменилась. Раньше здесь были перцы прошлогодние, все было тут засажено еще с прошлого года. Сейчас вся почти территория теплицы уже мной освоена, вот тут пленкой все закрыто. Вот это я делаю грядку для ранней редиски, но пока не сею, потому что редиска все-таки маленькая, не такая морозоустойчивая, как все остальное. Там, где сеяла я салат, уже видны дружные всходы. Салат дружно всходит, несмотря на то, что ночью сегодня у нас было минус 5, а сейчас на улице минус 2. Второй раз уже отрастает у меня зеленое перо у лука, который обгрызли мыши, первую партию всю съели. Выросла, всходит капуста, брокколи всходит, потом всходит капуста, вот она, пекинская. Вот все, что я сеяла, салат, пекинскую капусту, брокколи капусту, лук на перу, все прекрасно растет при минусовых температурах ночных. И вот если вы хорошо присмотритесь, видно, что за периметром теплицы еще лежат у меня сугробы. Вот тут вот сугробы у нас вообще полтора метра, но вот тут за этой стороной теплицы. Это не мешает моим растениям прекрасно расти, всем хорошо. Я сейчас уже готовлю новые грядки, и в течение одной-двух недель я займу тут всю территорию под раннюю редиску, под зелень, под горчицу, под салат. И до высадки перцев сюда я хочу получить весь полностью урожай, все зелени, которую можно вырастить здесь. Все, кто еще не посеял, заходите в свои холодные теплицы, сейте, не бойтесь холодного, ну, понижения температур. Вот такие, как салат, капуста, лук зеленый и редиска, они не очень боятся холода. Все растет, и как раз к тому времени, когда нормальные люди будут садить в огород, у нас уже здесь будет полностью зеленый огородик урожай. Все, до свидания. Заходите на страницу, к каждому почти видео, у меня есть поясняющая статья, потому что видео ограничено у меня время видеоролика. В статьях я пишу все более подробно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова